Таганрогская телевизионная сеть Вас приветствует Таганрогская телевизионная сеть Вы смотрите информационную программу обозрения в студии Елена Краснова Здравствуйте! Я расскажу вам о событиях, которые произошли в Таганроге Таганрогцам решили дать возможность поучаствовать в судьбе Рощи Дубки Месяц назад губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, которое упраздняло несколько памятников природы Донского региона В их число попала и Таганрогская роща, любимое место отдыха горожан С таким решением губернатора многие таганрожцы решили не согласиться В ответ на поднявшуюся волну народного возмущения Василий Голубев посетил Таганрог и побывал в Рощи А после дал рекомендации членам правительства Ростовской области и администрации Таганрога провести встречу с жителями Он посоветовал чиновникам поговорить с людьми, узнать их мнение И даже выразил готовность отменить свое решение, если жители будут непреклонны в своей позиции Что Роща Дубки должна сохранить статус памятника природы Спустя неделю после визита губернатора встречу организовали Она прошла в актовом зале 37-й школы Небольшой актовый зал 37-й школы с трудом вместил всех желающих поговорить о судьбе Рощи Дубки Здесь прошла встреча общественности Таганрога с представителями правительства Ростовской области и руководителями города В Таганрог приехали министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин Председатель комитета по охране объектов культурного наследия нашего региона Иван Грунский Заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов Вместе с ними перед таганрожцами выступали глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий И председатель городской думы глава города Инна Титаренко Встреча получилась жаркой и продолжительной Более трех часов чиновники пытались доказать жителям целесообразность принятого решения По упразднению статуса памятника природы Рощи Дубки Жители района и активисты города в свою очередь выражали опасения Что ликвидация этого статуса развяжет руки тем Кто захочет превратить этот природный оазис, например, в строительную площадку Версия чиновников такова Статус памятника природы, который так или иначе находится на балансе муниципалитета Не дает возможности выделять областные деньги на содержание объекта Ну вы помните, денег нет, но вы держитесь Но самое главное, что данный статус не позволяет проводить в роще никаких серьезных уходовых работ А между тем, по мнению специалистов-экологов, таганрогские дубки начинают умирать Новые деревья здесь не приживаются, почва истощена Все, что можно сегодня здесь делать, пока роща находится в статусе памятника Это убирать сухие ветви, проводить субботники по очистке русла реки Серьезные работы, которые бы затрагивали целостность почвы или обрезка деревьев, сейчас под запретом В этом году из-за своего статуса роща даже не смогла войти в областную программу инициативного бюджетирования А вот упразднение статуса памятника природы позволит все эти работы проводить Тем самым появится возможность спасти рощу А для того, чтобы тут не началась стройка, у рощи останутся еще два статуса Роща Дубки сегодня имеет несколько очень сложных статусов Помимо того статуса, по поводу которого мы с вами сегодня собрались, у нее есть несколько других защитных статусов Один из таких статусов – это статус объекта культурного наследия, достопримечательного места И еще один, вот здесь есть у нас представители соответствующих структур, они могут подробнее об этом рассказать И есть еще один статус – статус объекта археологического наследия Два этих сохраняющихся статуса, они тоже носят характер защиты этой территории В любом случае сегодня понятно, что жители хотят сохранения Это одна из важнейших проблем Потому что роща окружена, скажем так, тремя очень такими плотно застроенными жилыми районами С одной стороны, это микрорайон на улице Лазу, где у нас высотки, многоэтажки При этом застройка строилась таким образом, дома строились таким образом, правильно сказать Что там дом во дворе другого дома стоит, 5-1 и 5-3, 1-3, 1-2, 1-4 дома Которые практически лишены больших дворовых территорий озелененных И для жителей микрорайона Лазу, роща Дубки – это действительно место отдыха, место прогулок Она выполняет серьезную рекреационную нагрузку Второй примыкающий район – это район улицы Дзержинского Тоже с очень плотной жилищной застройкой И жители улицы Дзержинского и прилегающих улиц Также используют эту рощу в качестве рекреационной зоны, зоны отдыха, зоны прогулок И третий район – это район Пальмиро-Тольятти Тоже с такими же проблемами, как и два других района, о которых я сказала Именно поэтому судьба рощи Дубки вызывает широкие обсуждения И позитивный настрой тех, кто хотел бы ее сохранить в качестве зеленой зоны Доводы чиновников не очень слышали пришедшие на встречу жители Они высказывали свои версии возможного развития сценария существования рощи Дубки После отмены статуса памятника природы Многие говорили о недоверии к власти Вспоминали, как в свое время с ее молчаливого согласия Был уничтожен сквер на площади мира Вспоминали другие болевые точки города Я не знаю, что находится в Оксае там отменили Да я не знаю, какой там парк, почему это застройка признали не соответствует Я не знаю, что там в Старо-Чербиновке отменили Меня интересует Ангелос Кто внес предложение об отмене особого статуса? АПЛОДИСМЕНТЫ Я объясню, почему жители настаивают основная часть на том, чтобы осталось как есть Это лукавство о том, что никакие уходные работы там нельзя везти Вы обязаны их везти как Министерство природы, потому как вы и налагаете этот статус Инна Николаевна сказала, что статус есть, а денег нет И вот здесь, когда я удивился из места, почему Мне товарищ говорит, да так Вот вопрос, по-моему, уже предложение звучало А ответа на него мы не услышали Статус есть Может быть Нужно, да, денежки выделить каким-то образом Под этот статус Тогда и у людей беспокойство снимется И вот сейчас, сейчас, мы как жители, непосредственно, хотим от вас это услышать Нам не нужны эти законы, которые я сам бывший чиновник Я могу привести нормативную базу любую, под любое законодательство Но вы, как Министер экологии, должны это защищать, эту территорию И от этого зависит Как мы дальше будем относиться к власти Потому что власть выбирает народ Вот вопрос к вам Что конкретно мы сейчас, вы Потому что вы можете решить этот вопрос В нашу пользу Понимаете? Мы не можем этого сделать Он так и называется промышленный С одной стороны котельщик, с другой металлургия И дубки, это вот Они легкие Они легкие Этого района Ну, почему? Ну, они же дубы Они же расстрелить 300 лет И зачем этот статус снимать? Вот зачем? Кроме очень критично настроенных граждан Были и те, кто рассказывал о том Как они без привлечения бюджетных средств Исключительно по велению души и сердца Проводят в Роще-субботнике Многие склонялись к тому, что Роще необходимо вернуть прежний облик Сделать ее такой, как она была Еще в 80-х, 90-х годах прошлого века Чистой, красивой и ухоженной Но общий настрой зала все же говорил о том, что люди высказываются против упразднения статуса памятника природы Роще Дубки Об этом говорит даже импровизированное голосование, устроенное наиболее активными участниками встречи Правда, его решили не учитывать, так как, по мнению гостей из области, для принятия таких решений в зале было недостаточно жителей города А вот устроить такую встречу в большом зале какого-нибудь городского дома культуры пока не позволяет ситуация с коронавирусной инфекцией Так или иначе, областные чиновники узнали общее настроение решительно настроенных таганрожцев Об этом настроении они должны доложить губернатору Ростовской области Василию Голубеву А нам остается подождать, какое решение примет глава Донского региона И готов ли он, как обещал, отменить свое прошлое решение, если его об этом попросят таганрожцы Мнение, я думаю, у всех одинаковое, что эта роща Дубки, она должна остаться в том первозданном состоянии, в котором она существует И ни в коем случае не допустить там строительства новых объектов, каких-либо Пускай это будут или дорожки асфальтированы, или еще что-то Можно произвести работы, но исключительно по тем объектам, которые уже существуют Но ни в коем случае не расширять эти объекты на территории рощи И вот мое мнение, и оно останется таковым, наверное, постоянным Что мы должны сохранить рощи Дубки, и там должны сохраниться зеленые насаждения И, конечно, нужно приложить усилия, чтобы потихоньку начать восстанавливать эту рощу Голубеву все-таки примет решение отменить свое решение Ну, как он говорил, во время визита сюда, если жители скажут, я умею Насколько тяжело будет вернуть прежний статус? Ну, вы, наверное, помните, Василий хочет услышать все доводы, которые существуют Сейчас эти доводы будут донесены Естественно, мы отработаем это с юридической службой, потому что вопрос этот непростой Потому что я вам сказал, что существует процедура, как образование освоохраняемых природных территорий Которая предполагает целый ряд действий в соответствии с законом Поэтому это все будет отработано и, соответственно, в рамках закона будут приняты решения То есть процедура не простая ждет, если что? Если что? Значит, она существует, эта процедура И абсолютно вы правильно сказали Моя сейчас была задача услышать, со всеми переговорить, рассказать, услышать всех И донести полноценную информацию Эта информация будет в ходе моей встречи Ну, как мне на доклад попаду, я расскажу Тем более, Андрей Владимирович, вы тоже слышали, он со своей стороны тоже эту работу проведет и донесет Поэтому у вас не должно быть никаких сомнений, что что-то будет утаяно или не рассказано Здесь я и хотел, как раз, чтобы у нас получился полноценный открытый диалог Я надеюсь, что он получился Таганрог, который мы потеряли Именно так хочется сказать о некоторых хорошо узнаваемых местах нашего южного города В Таганроге, конечно, пытаются сохранить все, что, например, связано с именем Антона Павловича Чехова, Фаины Раневской Стараются не трогать исторический центр, где каждый дом, каждый фасад, каждый кирпич Говорит о славном прошлом Таганрога Но есть места, которые мы реально потеряли И ярким примером такого места по праву можно назвать морской вокзал Таганрога Построенное в начале 70-х годов прошлого века здание морского вокзала в Таганроге Вряд ли можно назвать ценным историческим памятником Но горожане искренне полюбили это место Перед вокзалом раскинулся пирс, откуда отходили метеоры и ракеты На которых можно было легко и непринужденно добраться до многих приморских городов Причем не только Ростовской области Здесь же курсировали прогулочные кораблики Таганрогцы очень любили всей семьей проводить здесь свое свободное время Но пришли другие времена Морские электрички были отменены в связи с нерентабельностью Здание морского вокзала стали использовать для других целей А потом и вовсе таганрогцам закрыли доступ на территорию пирса Все, чем осталось им довольствоваться, это маленький пыльный пятачок В центре которого стоит памятник морякам Азовской флотилии Которые принимали участие в освобождении Таганрога от немецко-фашистских захватчиков Но даже этот маленький островок таганрогцы по-прежнему любят Здесь всегда можно встретить рыбаков, которые пришли сюда за знаменитым таганрогским бычком Те, кто не увлекается рыбалкой, тоже приходят или приезжают сюда, чтобы полюбоваться на море Яхты, подышать морским воздухом И вот на днях социальные сети взорвала информация, что на маленьком пятачке свободы Похоже, начинается новая стройка, которая, возможно, лишит горожан даже того малого, что осталось от прежней территории морвокзала Ситуацию прокомментировал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий Строительство никакое не начинается Если взять всю историю и ограждение, конечно, мониторим и соцсети, и поступали обращения от жителей Земельный участок был предоставлен в 2013 году действительно под строительство зеленейного отдела внутренних дел на транспорте Разрешение на строительство не выдавалось Этот участок имеет ряд ограничений и по археологии, и по водоохранной зоне То есть для того, чтобы получить разрешение на строительство, необходимо выполнить целый комплекс мероприятий Но здесь я что хочу отметить Мы сейчас находимся в диалоге с руководством линейного отдела внутренних дел на транспорте Мы до этого два года назад рассматривали вариант предоставления для служебной деятельности линейного отдела внутренних дел на транспорте Муниципальных помещений нежилых, которые находятся рядом Прямо за сгоревшим зданием общежития, которое было реализовано с торгов, находится в частной собственности Далее стоит объект, в котором есть два этажа муниципальных Ранее там размещалась пограничная служба Вчера мной предложено руководству линейного отдела вернуться к рассмотрению вопроса предоставления безвозмездного пользования именно этих помещений И отказаться от идеи строительства Линейщики оградили свою территорию, то есть они сейчас ничего не нарушают Потому что они ни какие строительные работы, ни ввиду, они просто оградили, отбили свою территорию Что и вызвало резонанс За разрешением на строительство не обращались Ну и будем делать все для того, чтобы там никакого строительства не ввелось Даешь шахматную науку в дошкольные учреждения в Таганруге отметили Международный день шахмат В этот день в гости к дошколятам пришла заместитель главы администрации Таганруга Ирина Голубева Белый отряд, черный отряд, друг против друга два войска стоят Строгий порядок в отряде одном, точно такой же в отряде другом В каждом отряде вы посмотрите Оба угла занимают ладьи Сегодня в детском саду Рябинушка праздник Здесь отмечают Международный день шахмат В Таганруге, как известно, сильны шахматные традиции В течение уже многих лет наш город принимает уже ставший традиционным турнир памяти Владимира Дворковича Шахматную дисциплину преподают во многих таганругских школах С азами игры знакомят и дошколят В городе Таганруге шахматным образованием охвачено по линии спорткомитета 104 спортсмена Это, конечно, самый высокий уровень подготовки шахматной Но по линии управления образования в кружках и секциях В 28 школах и трех учреждениях дополнительного образования у нас занимается 4276 детей 2500 ребят работали, это учащиеся начальные классы, в режиме шахматного всеобучия И даже у нас есть определенные успехи Потому что команды школы номер 35 и Дворца детского творчества Были на конкурсе признаны лучшими учреждениями, реализующими программы шахматного всеобучия 20 июля, в Международный день шахмат, во всех пришкольных лагерях Прошли тематические мероприятия, праздники, мастер-классы, шахматные турниры Но, конечно, шахматами можно и нужно заниматься не только в школе, но начиная с детского сада И проведение тематических праздников, посвященных Международному дню шахмат Это хорошая традиция таганрогского дошкольного образования, которую мы сохраняем и в этом году Детскому саду Рябинушка, можно сказать, очень крупно повезло Одна из сотрудниц дошкольного учреждения Ольга Трифонова является мастером спорта и чемпионкой России по шахматам Она, пожалуй, больше других работает над тем, чтобы привить малышам любовь к этой интеллектуальной игре Шахматами начинают знакомиться ребята старшего дошкольного возраста И, по словам руководителя детского сада Светланы Белой, и мальчики, и девочки показывают одинаковые успехи в шахматной науке Конечно, в детском саду приветствуется индивидуальный подход Воспитатели выявляют детей талантливых, с задатками, с интересом к шахматам И даем рекомендацию родителям, привлекаем педагогов для того, чтобы развивать эти способности у детей в дальнейшем Специально к празднику в Рябинушке шили тематические костюмы для малышей В Международный день шахмат воспитанники детского сада, как и положено для их нежного возраста Пели, танцевали, читали стихи По случаю праздника каждый ребенок получил в подарок книжку, раскраску А после всех ждал самый настоящий шахматный турнир Здесь все было как у взрослых Настоящие шахматные доски, черно-белые фигуры и, конечно, часы Которые отсчитывают время, необходимое для обдумывания следующего хода Как и в любой другой игре были и победители, и проигравшие Одно можно сказать точно Этим малышам в детском саду смогли привить настоящую любовь к шахматам Ну, мне нравятся шахматы, потому что она спортивная игра, она для ума Я выиграла Даже с Сонем, ну я до этого не умела играть, но с одного дня я научилась Расскажи нам, пожалуйста, куда ты ходишь? В шахматную школу И что вам там преподают? Расскажи Как играть в шахматы, какие бывают вилки, тракировки и маты Просто мне понравилось в них играть Почему? Я подумал, попробую поиграть, и с того момента мне понравилось А что больше нравится, выигрывать или проигрывать? Выигрывать Почему? Потому что выигрывать лучше, чем проигрывать Сегодня сколько ты уже игр провел? Одну или несколько? Одну И как результат? Проиграл Конечно, вряд ли в будущем все эти малыши смогут завоевать звание гроссмейстеров Ими становятся единицы, так сказать, лучшие из лучших Но то, что навык игры в шахматы поможет им развить концентрацию Критическое и абстрактное мышление Стратегическое планирование И еще много чего в этом сомневаться не приходится Уже третий год в Таганроге реализуется программа правительства Ростовской области По содействию занятости подростков и несовершеннолетних граждан В ее рамках на базе 11 образовательных учреждений города Созданы производственные участки и бригады Где несовершеннолетние таганрожцы 14-18 лет Могут применить свои силы и заработать немного денег Такой своеобразный трудовой лагерь работает И в 23-й школе города за трудовыми подвигами подростков Наблюдала и наша съемочная группа Чем заняться летом во время школьных каникул? В школу, конечно, можно лежать дома на диване или сидеть перед компьютером Но многие молодые таганрожцы выбирают для себя иные занятия Например, прийти и поработать в своей школе Даже летом, когда все учащиеся отправлены на каникулы, работы здесь хватает В этот день участники трудового лагеря 23-й школы занимались уборкой пришкольной территории Нужно собрать листву, обрезать кустарники, удалить сорную растительность и полить цветы Работа, в общем-то, несложная К тому же приятно, что за нее можно будет получить зарплату Для многих ребят к такому труду не привыкать Они сами живут в частных домах и знают, что такое работа на земле Этим летом у нас много в городе что закрыто из-за карантина И я решил разнообразить эти дни, чтобы дома не сидеть Мне позвонили, когда со школы я очень обрадовался, что появилась такая возможность поработать В первую очередь мы помогаем своей школе, получаем какую-то денежку за это себе Тоже приятно, что появилась возможность на карманные расходы Когда позвонили и пригласили в школу, я обрадовался очень сильно Так как в школе хотелось бы помочь, потому что последнее лето оставить частичку себя, чтобы запомнили Скажи, пожалуйста, что из-за деятельности, которой ты здесь занимаешься, нравится, а что не очень? В принципе нет такой работы, которая нравится или не нравится Она вся одинаковая, меня все устраивает, все нравится Обычная работа, как бы Я постоянно помогаю родителям, там, выношу мусор, подстригаю деревья, там, убираю траву Уже знаешь, куда потратишь заработанные деньги? Ну, я еще не думал об этом Этим летом временную работу смогут получить 213 подростков В предыдущие годы цифры не сильно отличались Примерно такое же количество молодых людей и в 2018, и в 2019 годах проводили свои каникулы, занимаясь общественно полезным трудом Работа, которая предлагается несовершеннолетним, совершенно разная Это и помощники вожатых в пришкольных лагерях Это и помощники библиотекаря в школьных библиотеках Они приводят в порядок библиотечный фонд учебной и художественной литературы Это и производственные бригады, которые занимаются благоустройством территории Или внутренними ремонтными или послеремонтными работами в здании самой школы Рабочие места создаются на предприятии, на самой школе С детьми подписываются срочные трудовые договоры, оформляются трудовые книжки И отслеживается в соответствии с возрастом то количество часов, которые дети заняты Подростки до 15 лет 2,5 часа, подростки от 15 до 18 лет 3,5 часа В зависимости от вида работ, заработная плата колеблется от 2,5 до 4,5 тысяч в месяц Надо отметить, что желающие провести лето с пользой есть всегда Ребята с радостью откликаются на предложения школьной администрации поработать Многие планируют продолжить свою трудовую деятельность и в августе Пока одни работают, другие могут отдохнуть и поправить свое здоровье В Таганруге снова распахнул свои двери санаторий «Березка» С 15 июня он работает в штатном режиме Пакет необходимых документов для поступления в санаторий остается прежним Путевки можно получить в детских городских поликлиниках номер 1 и номер 2 Напомним, санаторий «Березка» имеет гастроэнтерологический профиль И необходим для детей, склонных к частым заболеваниям «Если бы не ты» – так называлась литературно-музыкальная композиция Посвященная брату Антона Павловича Чехова – Александру 165 лет, со дня рождения которого исполняется в августе нынешнего года А представили ее жителям города актеры театра сад и сотрудники музея «Домик Чехова» Встречи в тенистом дворике музея стали доброй традицией И любимой почитателями таланта нашего великого земляка Сегодня мы будем рассказывать о старшем брате Антона Павловича Александре Павловиче Чехове Это самый близкий человек был для Антона Павловича Александр Павлович Чехов – старший брат писателя Родился под Таганрогом Он также, как и Антон, учился в Таганрогской мужской гимназии В отличие от Антоша, окончил он ее серебряной медалью Именно Александр оставил яркие и образные воспоминания о детстве в Таганроге Меня мы проводили в гимназии, а вторую до поздней ночи обязаны были торговать в лавке В лавке же мы должны были готовить и уроки, что было не очень удобно Потому что приходилось постоянно отвлекаться А зимой, кроме того, и холодно Руки и ноги коченели, и никакая латынь в голову не лезла Во время, когда наши товарищи гимназисты, приготовив уроки, гуляли и ходили друг к другу в гости Мы с братом были прикованы к лавке и должны были торговать Перу Александра Павловича принадлежат такие воспоминания Как Антон Павлович лавочник в греческой школе Антон Павлович в перче, в Таганрогской гимназии В гостях у дедушки и бабушки К тому же Александр прекрасно учился в Таганрогской гимназии Он был все знают, он, начитанный мальчик Его уважали даже гимназические учителя И Павел Егорыч даже втайне надеялся, что Александр Может быть когда-нибудь будет учиться в Апинском университете Высшее образование Александр получил в Московском университете Он знал шесть языков, еще в студенческие годы публиковался в юмористических журналах Москва, Будильник, Зритель, чем во много он способствовал приобщению к миру литературы юного Антона Чехова Он всего на пять лет был старше Антона Павловича И, конечно, буквально на его глазах проходило ранее и подростковое детство Антона Павловича Конечно, он по жизни стал первым учителем для маленького Антона Антоша был совсем еще не смышленыш И во всем он учился у старшего брата Для него он был большой авторитет Фрагменты из переписки братьев и их родителей не так часто звучат на вечерах памяти писателя Скажем честно, немногие знакомы с братьями Антона Павловича Потому поразительная судьба Александра, взаимоотношения братьев и родителей Расширили литературный кругозор всех, кто пришел в музей Артисты театра «Сад» и ведущая литературная гостиная Галина Скороход Сумели создать удивительно теплую обстановку Рассказ о семье дополнялся музыкальными номерами Похвально, что сотрудники музея каждый раз находят что-то новое Знакомят горожан с малознакомыми деталями жизни семьи Чеховых Возможно, кто-то прочитает письма этих талантливых людей ушедшей эпохи И получит наслаждение от эпистолярных воспоминаний Написанных метким, ярким, живым языком На этом наш информационный выпуск подошел к концу Я с вами прощаюсь И еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски Вы можете пересмотреть на сайте www.tagonrogtv.ru Или на наших страницах в соцсетях Редактор субтитров А.Семкин